Здравствуйте! Звонкое слово «гжель» обозначает русскую фаянсовую посуду и украшение. Гжель имеет белый цвет и раскрашена синей кобальтовой краской. Гжель – это старинный район, где издавна занимались гончарным промыслом. В так называемый гжельский куст входят 27 населенных пунктов, и этот район расположен примерно в 60 километрах к востоку от Москвы. Места здесь довольно скудные, болотистые и глинистые, и вырастить что-либо на такой земле – проблема. Но в том-то и дело, что такие замечательные глины, как находили в этом районе, они сами по себе уже были сокровищем. Поэтому здешних жителей издавна кормило ремесло, и кормило лучше, чем земледелие. Гжель известна, по крайней мере, с 14 века. Гончары из гжели привозили произведенную ими посуду в Москву. Везли они горшки, миски, кирпичи, изразцы и детские свистульки. Ерундовая, казалось бы, вещь – дешевка. Но когда свистулек продается много тысяч в год, их производство приносит хороший доход. В 1770-е годы в России пытались начать производство фарфора. Секрет изготовления тонкой изящной посуды вывезли из саксонского города Майсон, а белые глины начали искать по всей России. В деревне Перова в начале 19 века существовала фарфоровая фабрика Отто, где изготавливали фарфоровую посуду по майсонскому способу. На этой фабрике работал гончар из гжели Павел Куликов. Он видел, как и из чего изготавливают фарфоровую посуду, и, главное, научился ее обжигать. Обучившись, Павел Куликов вместе с братом начал искать в окрестностях родной деревни белую глину, из которой можно было бы изготовить фарфоровую посуду. Вскоре они нашли залежи светлой серой глины, соорудили на дворе печь для отжига фарфора и начали производство. Но вместо фарфора у них получился грубоватый и непрочный фаянс. Несмотря на это, фаянсовая посуда, красивая, белая и гладкая, тоже начала пользоваться спросом. Она выглядела лучше глиняной посуды, но стоила дешевле фарфоровой. Одним из основателей фарфорового производства в Гжели был Яков Васильевич Кузнецов. В 1810 году он выкупился на волю у помещика и открыл в Гжели собственное дело. Дело его пошло, и уже года через два завод работал на всю мощь. Но после революции эти кузнецовские заводы были национализированы и разъединены. Каждое производство было само по себе. В 1930-х-40-х годах около половины производства советского фарфора и фаянса оказалось сосредоточенным в Гжели. К сожалению, многие традиции мастеров оказались утраченными. Гжель стала одним из центров прикладного и декоративного искусства. Здешние художники создают посуду традиционных форм. Эта посуда по большей части используется в декоративных целях, хотя она остается вполне функциональной. Кроме посуды, в Гжеле освоили производство израстцов, архитектурных украшений из фарфора и даже начали выпускать фаянсовые статуэтки. Для росписи Гжельского фаянса мастера применяют четыре цвета коричневый, желтый, зеленый и синий. Синяя и голубая роспись кобальтовой краской стали фирменной для Гжельского фаянса. И сейчас, когда говорят о Гжельской росписи, предполагают именно роспись синего цвета. Редактор субтитров А.Семкин